Добрый день, друзья! Меня зовут Дмитрий, а вы на канале Ремеслик. Сегодня я вас познакомлю с очередным изделием из кожи. Это маска кошки. Расскажу, какие изменения в конструкцию были внесены, с чем это связано и какой инструмент и кожа нам для изготовления этого изделия потребуется. Итак, давай обо всем по порядку. Первое. Самые основные изменения, которые были внесены, уже опираясь на опыт при первой сборке, был изменен узел. Сокрещено количество элементов, которые формируют данное изделие. Раньше здесь был специальный хлястик, который соединял две этих части. Сейчас от хлястика отказался. И здесь установлены кубурные кнопки. Если видно, поближе покажу, да? Вот так это выглядит. При необходимости, можно кубурные кнопки заменить на обычные хольнитены. Вот как эти. Все изделие собрано на хольнитенах. Поэтому, если мы изначально знаем размер головы, то за место кубурных кнопок можно будет использовать те же самые хольнитены, которые используются в конструкции всего изделия. Если же изделие будет не под определенного пользователя, а универсальное, то тогда необходимо, чтобы этот узел имел возможность регулировки. Также маска регулируется по объему головы благодаря ремешку, что очень удобно. Советую в конструкции и обязательно использовать тренчик, который позволяет не топорщиться хлястику для ремня. Вот так. Это придает вашему изделию эстетичный внешний вид. Эстетичный и законченный внешний вид. По-прежнему изделие не перекрывает обзор. Оно не топорщится, не борится, не морщится. Складок здесь нет. Покажу поближе, как оно выглядит. Медное изделие как выглядит в руках. Все отверстия на месте. Теперь все отверстия совпадают. Предыдущие выкройки я оставлял возможности или право за автором и не указывал некоторые точки крепления. А именно вот этой не было точки отверстия и вот этой не было. Сейчас все отверстия на своих местах все совпадает. Эти отверстия были несколько смещены относительно вот этих отверстий, так как у нас кожа имеет свою толщину и благодаря толщине когда изделие заворачивается эти отверстия смещаются чуть дальше. Это было все учтено. Если вы будете использовать ту же самую кожу что и у меня но у меня кожа растительного дубления толщиной 2-2,5 мм то собрать данное изделие по готовой выкройке вам не составит особого труда. Теперь о инструменте который вам понадобится для сборки изделия. Первый инструмент это у нас пробойник. Пробойник диаметр пробойника 2,5 мм это под хольнитены подножку хольнитена. Следующий пробойник который вам потребуется это пробойник диаметром 4 мм это для пробивания отверстий в ремешках здесь везде диаметр отверстий 4 мм также диаметр 4 мм у нас и вот на этой части на этом элементе и еще один пробойник который вам потребуется это диаметр 6 или 8 мм при наличии того или другого можно легко будет собрать для чего этот пробойник этот пробойник используется только в двух местах в этом и вот в этом чтобы эти элементы можно вырезать и при помощи ножа но если есть пробойник это будет сделать гораздо легче и проще следующий инструмент который вам понадобится при сборке это будет конечно установщик хольнитена я использую вот такую вот вещь для того чтобы хольнитены сейчас покажу поближе видно есть да раз чтобы хольнитены имели аккуратный внешний вид после их установки чтобы их не расплющивало то есть они оставались такими же сферическими как как и до установки по поводу сборки еще когда собираем поскольку у нас все хольнитены одинакового размера и чтобы нам не покупать дополнительные хольнитены с ножкой больше более длинной необходимо кожу вот в этом месте подшерфовать получается у нас два с половиной миллиметра два с половиной миллиметра и два с половиной миллиметра толщина получается большая чтобы собрать один хайни den 3 толщины нам необходимо в этом месте поджаровать шарфуем в это место и шарфуем вот это место вот здесь вот тоже получается три толщины кожи 1 толщина кожи 2 толщина кожи и три вот их трясет нет вот в этом месте шарфой unde соединяется ухо и вот в этом месте шарфой все остальное собирается легко и просто на всю фурнитуру которую использовал я при сборке ссылки оставлю в описании надеюсь кому-то не пригодятся а теперь более подробно по сборке и покажу весь процесс от начала и до конца а так после того как все элементы выкройки были перенесены на кожу расположил их следующим этапом нам необходимо при помощи пробойников высечных пробойников просто пробить все отверстия которые имеются у нас на наш выкройки вот сейчас буду использовать наши три пробойника и молоток для того чтобы пробивать отверстие и при этом пробойники не садились буду использовать вот такую вот доску это что-то у нас таропластная она мягкий достаточно буду подкладывать вот кожу то месте где работаю буду сейчас пробиваю все отверстия а вот после этого буду уже вырезать когда буду вырезать таропласт убираю и буду работать уже на коврике коврик специальный вещь хорошая удобная работе и так давай начнем так после того как все отверстия пробиты теперь необходимо будет вырезать все элементы беру обычный канцелярский нож убираю подложку и начинаю резать уже на коврике самое главное это перпендикулярно поверхности держать лезвие ножа чтобы он не уводила не влево не вправо вы его не заваливали вот именно видно нет именно вот таким образом если завалите линия реза будет кривая при сборке ну или в конечном виде изделия будет не совсем аккуратно поэтому старайтесь держать нож ровно ну давай давай будем лезать а 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 итак после того как все детали вырезали раз-два-три но еще осталось у нас ремешки мы их ставим попозже 4 получается и 5 это все элементы которые необходимы для сборки данного изделия получается три основных и два ремешка следующий этап это нам необходимо снять по периметру всех выкроек всех деталей фаску после реза ножом остался острая кромка которая имеет не очень аккуратный внешний вид и при дальнейшей обработке будет нам мешать и нам ее сейчас необходимо при помощи вот такого инструмента убрать эту фаску что придать нашему изделию аккуратный конечно конечный внешний вид сейчас я убираю остатки скотча и по периметру будет снимать фаску и Субтитры сделал DimaTorzok Итак, все детали подготовлены, вырезаны, пробиты, сняты с них фаска. Теперь следующий этап, это этап по краске. Красить я буду в красный цвет, краска будет Fibbins, наносить ее буду при помощи ткани. Ткань у нас будет такая, которая содержит меньше всего ворса, чтобы нитки не оставались на поверхности. А перед тем, как наносить краску, я хочу пропитать все элементы маслом. В общем, сам процесс покраски показывать не буду. Красить буду в другом помещении, чтобы здесь не пахло. Покажу уже готовый результат и расскажу, что будем делать в следующем действии. После того, как все элементы были покрашены, следующее, что нам необходимо сделать, это зачернить край. Прежде чем этим сделаю, расскажу, для чего мы наносили масло. Дело в том, что масло первое делает все элементы более мягкими, то есть избавляет кожу от сухости. То есть пересушенная кожа, она не очень хорошо гнется. Она недостаточно эластичная, поскольку наше изделие должно быть более мягким. На голове приятно носиться, чтобы ощущалось оно. То есть надо пропитать и придать всем элементам эластичность. Это первое. Второе. Наносим масло и при окрашивании наша краска ложится более ровным цветом. То есть нету разводов, если видно. Более-менее ровно краска легла. И расход краски, соответственно, сокращается. То есть масло, проникая в поры кожи, делает изделие более мягкими, упругими, эластичными. Снижает расход краски и придает дополнительный блеск. Делает так, чтобы краска более ровно ложилась на поверхность, поскольку кожа неравномерно может быть пересушена. Где-то суши, где-то более влажная. Но благодаря маслу получается вот такой вот интересный эффект. Следующее, что этапом делаю, это беру краску. До обуви сильюры и черню края. То есть по периметру просто наношу аккуратно краску. Стараюсь не залазить. Сильно на губку не давлю. И получаем мы... Не видно, да? Вот такой вот результат. Ну и сейчас пробегаясь полностью по периметру всех элементов. И расскажу, что будем делать дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Так, после того, как все края зачернил, теперь они имеют вот такой вот внешний вид. Следующим действием нашим будет это их закатать. Закатывать будем, избавляться от острой режущей кромки и убирать ворс, чтобы после того, как нанесли краску для уреза, она не была такой грубой и начала блестеть. Поскольку у нас кожа растительного дубления, такое средство, как токаноль, можно даже здесь и не использовать. Поскольку край кожи легко закатывается и без этого. И становится более гладким, аккуратным, более приятным на вышив. Поэтому проходимся по периметру всех элементов и просто закатываем край. Продолжение следует... Итак, все элементы покрасил. Все готовы. После покраски на кожу наносится финишное покрытие, чтобы закрыть все поры, чтобы кожа не впитывала влагу. Я покрывал вот таким вот средством. Долутое тонкое. Типа что-то лака для кожи. Придает дополнительный блеск и краска более выигрышно смотрится. Интересно. Следующий этап, что мы делаем, это наносим декоративную беговку по всему периметру наших изделий. Чтобы придать более интересный внешний вид. Это можно как делать, так не делать. Хоть это не обязательно, но я сделаю. Я хочу. Делаю вообще на холодную, поскольку у меня кожа уже стишка. Остается прекрасный отпечаток. Сейчас покажу, что я имею в виду. Видно? Не видно. Вот так. Так уже лучше. То есть, вот такой вот след интересный. И сейчас я делаю все то же самое со всеми элементами. Это придаст некий законченный вид нашему изделию. Итак, по периметру сделаем такая вот беговка получилась у нас. Декоративная линия. Значит, надеюсь, что вы не забыли отшерфовать края, которые будут собираться в три слоя кожи. Поэтому это место отшерфовано у нас вот в этом месте. Все с тыльной стороны не здесь. И теперь следующим этапом нам необходимо было собрать на хольнитены. Хольнитены. Диаметр хольнитенов 8 мм. Итак, закончил я работать нашей маской. В конечном варианте она выглядит следующим образом. Ремешок находится на затылочной части, чтобы при эксплуатации изделие не спадало. Добавил чокер. Достаточно интересный. На мой взгляд, возможно, я не ошибаюсь. По-прежнему маска не перекрывает обзор. Здесь сразу установлены хольнитены. Есть возможность регулировки смещать их влево или вправо, если это понадобится. Значит, по поводу толщины кожи. 2,5 мм для маски это многовато. Рекомендую все-таки использовать кожу толщиной 1,8 мм, максимум 2 мм. Она будет прекрасно держать форму. И при этом будет достаточно мягкая и приятная в эксплуатации. По поводу, откуда взялись шаблоны, как я пришел к этому и что меня смотивировало. Когда я искал направление, чем бы заняться в коже, промониторил рынок продукции изделий из кожи и выяснилось, что данные изделия, именно маски, кошки, зайцев, микки манусов, пользуются повышенным спросом. И поэтому, думаю, попробую себя в этом направлении. Особых усилий, умений здесь не надо. То есть, здесь не надо ложить ровную строчку. Здесь необходимо хороший шаблон, пробить ровно отверстие и собрать изделие. Если у вас будет кожа не растительного дубления, а кожа хромового, к примеру, дубления, то этап покраски вы вообще избежитесь и временное изготовление изделия значительно сократится. В моем случае, вот, я красил, снимал еще видео, мне ушло на изготовление около трех часов. Это немного. Я думаю, реально его сократить порядка до часа или максимум двух. Дальше. То есть, сложности здесь никакой не возникает. Строчку выложить ровную не надо. Собирается быстро. Всего пять элементов. Думаю, пойдет. Для того, чтобы попробовать себя в этом направлении, в коже, думаю, я справлюсь. Следующим этапом, что мне надо будет, это найти хороший качественный шаблон. Перерыв весь интернет. Единственный вариант, что я нашел, это шаблоны первой кожевиной мануфактуры. Написал он ребятам в ВК. Действительно, через два дня мне ответили. Сказали, что шаблон есть в наличии. Шаблон выглядел на фото. Следующим образом. Я уже хлопал в ладоши, думаю, все, скоро начну зарабатывать. Сейчас только дождусь, когда придет шаблон. Цена ему на тот промежуток времени была 400 рублей. Плюс доставка почты еще 400 рублей. Ждем. В течение 11 дней приходит шаблон. Еще раз покажу. Так вот выглядит шаблон. Он состоит из трех частей. Еще здесь элементы, которые крепят. В общем, который должен крепить ремешок. Пробую собирать первое изделие. Специально проверяю. Проверяю на какой-нибудь кожи, которой не сильно жалко. В итоге получаю вот такое вот изделие. Конечно, некорректно его сравнивать с этим. Но, тем не менее, этот результат очень сильно меня огорчил. Ожидал я, конечно, другого. На фотографии в первой кожельной мануфактуре выставлена примерно вот такая вот маска или что-то подобное. То есть, картинка на тот момент была взята с сайта Алиэкспресс. Данная маска там продается. Но на тот промежуток времени я не обратил на это сильно внимания. Эйфория о том, что можно легко и быстро зарабатывать, меня, конечно, здесь подвело. В итоге пришел шаблон. Я расстроился. Но расстройство это меня очень сильно смотивировало для того, чтобы разработать свой собственный шаблон, который в дальнейшем мне бы устраивал по всем параметрам. Основные требования, которые я предъявлял к шаблону, это для того, чтобы модели обзор не перекрывало. Маска не борилась, не топорчилась, не отгибалась, как у большинства. В эту сторону удобно сидела, ничего не жало. В итоге потратил порядка шести месяцев на разработку шаблонов. Было несколько построено масок и вот в результате остановился на конечном варианте, который на сегодняшний день меня устраивает. Я желаю вам хороших работ, отличного настроения, радуйте своих близких и родных. Помните, что скоро 8 марта и лучший способ порадовать и удивить свою девушку, ну, наверное, подарить ей необычный и очень оригинальный подарок. До новых встреч!